Друзья, привет! Супер хорошая новость. Супер отличная новость. БАМ! По-моему, как-то так я начал сериал. Я даже специально не пересматривал, чтобы не повторять точь-в-точь. Но как-то это было так. Так, сейчас я хотел как-то эпически начать. Делаем так. БАМ! Супер хорошие новости. Настолько хорошие, что если вы сейчас что-то ели, можно отложить вилку. Если вы стоите, лучше сесть, потому что это сногсшибательные новости. Анненкирхи начинает свой, угадайте что, правильно, сериал. И мне кажется, это одно из лучших решений, которое было принято в 2021 году. Надо сказать, что это было очень непросто, потому что все время нужно что-то снимать, каждую неделю нужно что-то монтировать. Честно говоря, я немножко устал, устал снимать, устал монтировать. Понятное дело, что очень тяжело в гуще событий думать о том, что это что-то надо снять, как-то выложить, смонтировать. Короче, это реально тяжело, реально тяжело. Я не знаю, сколько выпусков, мне лень считать, но по-моему, что 50 вышло, потому что мы в феврале начали и каждую неделю практически делали. У нас был небольшой перерыв, но перед перерывом мы делали каждый день. 5 выпусков, что ли, мы выпустили каждый день. короче это было что-то это было что-то но зато у нас теперь есть возможность как бы оглянуться назад и посмотреть все то что было в 2021 году а что же было было огромное количество событий огромное количество событий и я сейчас даже думаю вот как огромное количество событий могло вместиться в 365 дней но стоит начать с того как мы строили планы у нас вы приходите и всегда такая красота знаете благодаря кому эта красота что нас ждет впереди ведь анон кирхи постоянно меняется то облака были то елка что будет сейчас я уже снял прежде всего и вот уникальная вещь относительно 2021 года и чем мне запомнится этот год это выставками я считаю что это уникальный формат который мы нашли для анон кирхи я точно говорил но не уверен что записывал снимал это это сильно уникальный формат это уникальный формат которого я нигде не встречал я не видел что ну какая-то еще в церкви так дело концерты да много где проходит практически во всех ветеранских церквях проходят какие-то концерты духовной музыки вот в том виде мероприятия как наши выставки я реально не видел и мне к и по уровню организации по глубине погружения в тему это самые лучшие вообще миссионерские мероприятия которые могут проходить как мне кажется в 2021 году провели 4 выставки каждая из них на библейскую тему каждая из них сильно погружает человека который приходит на выставку особенно приходит на экскурсию в эту тему и вы не знаю удивитель не удивитесь наверно знаете но люди о том о чем написано в писании практически ничего не знаю хотя вот наша матрица она христианская мы живем в христианской культуре моей кружены мы повторяем одно и то же вот ну какие-то христианские там библейские выражения но при этом очень плохо знаем эту культуру очень плохо знаем откуда корни растут там христос воскресе воистину воскресе чего это такое а мы рассказываем что же вот четыре выставки которые прошли первая из них это было от песка к пасхе это супер уникальная выставка я сейчас вспоминаю как было классно молиться вот в этой синайской пустыне мы привезли 30 тонн песка мы построили скинью мы что там еще еще было воды красного моря гисельманский сад тайные вечери очень вспоминаю до сих пор вот настолько вообще я помню утро когда мы проснулись не так было точнее мы всю ночь работали там типа да не знаю четырех ночи что ли такое я уже устал лег спать ну и до этого много работы а потом меня будет всем и говорят короче еще ничего не готова а мы открываемся через три часа и я вышел и сильно такое ощущение что ничего не готова такой песок лежит и вот какие-то такие стрихи начинаем достать чик-чик и вот в течение этих часов пах все заработало скинья построилась это огонь загрест и просто смотрим блин как это круто все угли с ума сойти когда пришла чуть не заревела примите идите все есть тело мою примите и пейте из нее все все есть кровь моя нового завета если кого-то интересовал вопрос как создается красота ванненкирхи красота ванненкирхи сдается в том числе детским трудом но не только детским и еще лизы вторая выставка это выставка ковчег мы рассказали о воде и в частности о потопе мы ее закрывали потом приходили какие-то известия относительно правил посещения там мероприятий но ковидных этих ограничений мы понимали что мы отменяем концерты значит надо продлевать выставку есть хорошая новость а главным образом который состоит в том что он выставка продлевается до 16 августа мы продлили потом опять хотели закрыть опять продлили и так все это нас практически проработало и за это время пришло более 60 тысяч человек на отпуску более 60 тысяч вот это просто сумасоте третья выставка сотворение мы рассказывали о сотворении мира как бог мир творил луна снова оказалась у нас центре зала на этот раз наша луна до этого мы брали в планетаре а здесь происходит вот что вау полнейшее надувательства также мы изготовили глобус земли и повесили его вестибюле ну и рассказывали людям о том как бог мир творил это было очень круто выглядел все великолепно вот не помнить сколько людей пришло но тоже много это уже было классно бабах нет подожди-ка как бы кто это вообще что-то на меня смотрит давайте отойдем чтобы людей не смущать и самим не смущаться вот как объяснить человеку из архангельской области 300 лет назад что это что что это виноград и четвертая выставка это выставка рождество итак на часах у нас 5 18 и мы только-только закончили работу над монтажом выставки рождество мы рассказывали и рассказываем кстати на сих пор проходит о рождестве христовом засадили весь зал елками потом пихтами потому что начали пихта отдавать после нового года вот и рассказывать людям о рождестве все конечно знают что иисус родился но мало кто помнит детали и вообще почему это важно готовим рождественскую выставку говорит будет безудержное веселье ну а выставку делала арт-группа зерно арт-группа зерно арт-группа зерно арт-группа зерно это мы и есть очень рекомендую посмотреть экскурсии по выставкам у нас есть специальный раздел на ютюбе планки называется в общем это очень класс это очень классный формат супер миссионерский вообще просто вот я считаю что по всем фронтам это просто уникальны одно мне плохо одно вот единственное плохо это нам приходится делать платный вход это это очень плохо это самое плохое что в этом месте но с другой стороны когда концерты мы тоже делаем платный вход и когда проводим концерт мы вынуждены церковь закрывать сильно заранее чтобы к нему готовиться и получается что у нас выходные дни церковь закрыта с обеда и вообще не попасть. Ну, вообще никак. Либо на концерт там за большие деньги. То есть концерт стоит дороже, чем выставка. Вот. Ну, потом я подумал, что в принципе большинство литератских церквей, к сожалению, всю неделю закрыты. Они открываются только на богослужение. Вот. А мы, ну, открыты вот всю неделю делаем выставки. Но имейте в виду, вход платный не для всех. А для неимущих он бесплатный. А для того, чтобы получить бесплатный билет, можно просто сказать, что вы неимущий. Вы подходите к кассе и говорите, я неимущий, можно иметь бесплатный билет, вам дают бесплатный билет. Все. У нас везде об этом написано. И люди этим пользуются. Мы с большой радостью и всех неимущих пускаем бесплатно. Вот. Я сказал, что вот эти выставки, это уникальный формат. И на самом деле мы продолжаем учиться. Вот 2021 год, это год, в течение которого я ни разу не выехал за границу. В 2021 году мы съездили в Израиль. И после этого я написал у себя в Инстаграме пост. Можете почитать, посмеяться. Вспоминая 2019 год, сколько я там стран посетил. Там было много. И заканчивал я типа а в 2020 году будет еще больше. Потому что у меня такие планы были. Но планы не сбылись. А в 2021 году я вообще из России не выезжал. Но все путешествия, ну почти все путешествия, они у нас есть в блоге. И их тоже было немало. Мы много раз ездили в Калининград. Я даже не помню, сколько. Много. Доброе утро, дамы и господа. Мы рады приезти на верту самолета Boeing 737-800, выполняющий листик в Калининграде. Мы в Борхерсдорфе. Куда-то летим, интересно, куда. Никто не знает. Мы находимся в Балтийске. Это город Советск. Калининградская область. Добро пожаловать в Советск. На другой стороне реки Литва. Уже не советская, а просто Литва. Ладно, пойдем Литвой полюбуемся. Пока других вариантов нет. Ба-бах. Шлюзы номер пять. Мазурского канала? Мазурского канала. Короче, речка Гомнотечка, но смотрите, какой шлюз. Обалдеть. Здесь творится совершеннейшая дикость. Во-первых, нас пустили на крышу. Это вообще необычно для православной церкви. Я-то, ну, время от времени вылезаю на разные колокольни, но если это православная церковь, надо как-то договариваться, спрашивать. А здесь прямо можно прийти и всем залезть. Их горы открыты. Вот. Даже не так обидно стало, что эту замечательную литеранскую церковь переделали под православную. Ну, нам такое не нравится. Мы такое не любим. Сейчас я вам покажу, что мы любим. Как-то я пессимистично начал. Да? Ну, с другой стороны, вот всякий раз, когда приезжаешь и видишь такую красоту архитектуры, которая вот, ну, стоит в запустении, немножко, конечно, унываешь. Ну, что делать? Ну, все равно пойдемте исследовать. Пойдемте. А, ну, я забыл, где мы находимся. Мы находимся в Залесье. Залесье. Почти как Беларусь. Но это не Беларусь. Это Калининградская область. Облазили там все эти кирхи, все заброшки. Причем, всякий раз, когда мы ехали в Калининград, мы ехали, ну, мы совершали такое путешествие в Калининградской области в какое-то место, в котором мы еще до этого не были. И мы всю Калининградскую область, по-моему, мы излазили. Мы ездили в Псков-Печор-Изборск. Мы ездили в Карелию несколько раз. А мы в Петрозаводске. За моей спиной церковь Святого Духа. Здесь ведьмы варят свои зелья. Друзья, дорогие, у нас особенная неделя, потому что мы, после того, как завершили нашу чудесную выставку от Песха к Пасхе, решили сделать слово корпоративно неуместно, но общий выезд сотрудников нашей церкви. Если вы слышали такое словосочетание «Корейская Швейцария», уверен, что никогда не слышали. Но если бы мы придумали бы, относительно чего это можно применить, вот относительно вот этого места. Так, мы продолжаем нашу следицию. Обещали, чтобы не умереть с голоду, от жажды добыть березовый сок. Березовый сок добывается очень просто. Необходимо проделать отверстие. У нас такой ножик маленький. Обычное отверстие делается бензопилой. Видите, начало капать. Давайте на ютубе посмотрим. Обычные плоскогубцы. Скотч. Ну и бутылочка. Так, у кого есть 12-й айфон? Большой, который. Попробуем им забить шестигранник. Попробуйте этим камнем. С камнем все в порядке. Короче, одно из двух. Либо разъем березы все-таки не под шестигрань. Еееее! Мы добытчики. Если вы что-нибудь слышали о корейском лесе, то рекомендую познакомиться где-то в другом месте. Так, итого. Прошло 2 часа 35 минут. И мы имеем полную кружку сока и комары. Вау! Все, до судьбы, Саи. Блин, на вкус как вода. Со вкусом дерева. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас едем в Карелию. Так, друзья, вы же помните, как мы в прошлый раз ездили в Карелию и не дошли до замечательных фонтанов, водопадов или чего-то типа того? Мы прогуляли 16 километров. Вот здесь эта история, посмотрите. Минутка пессимизма. Сейчас мы прошли 8 километров на ту сторону. Сейчас возвращаемся обратно. И, ну, есть такое внутреннее желание сказать, что типа, все отлично, все зашибись, зато мы как бы классно прогулялись и так далее. Вот. Но бывают моменты, когда все-таки стоит сделать правильные оценки. И как бы можно найти в этом хорошем воздухом подышали. Ну, я считаю, что мы совершенно бесполезно потратили 6 часов времени. Вот. А могли бы посмотреть что-нибудь хорошее другое. Попытка номер 2. Нас автобус подвез теперь на расстояние около 3 километров. И вот мы начали свой путь. Чем он закончится, вы скоро узнаете. А мы не скоро. Мы через 3 километра. Вау! 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 Кажется, мы это сделали. Спустя 7 месяцев и 3 километров пути мы достигли знаменитой Карельской Швейцарии. Вот как она выглядит. Это стоило того, что вернулся. Палюбас. Сейчас я вам расскажу, как мы в Псков ездили. Друзья, друзья, я сейчас все ездил. Я в Псков. Мы ездили с лавками. Смотрите, мы пойдем как раз налево. Я вам сказку буду рассказывать. Мне, например, это очень сильно помогает, когда мы сейчас делаем что-то в Анненкирхе, а мы провели великолепную выставку. И когда, ну, случит какая-то критика, я думаю, да пошли вы все нафиг. Это местные алкашня. Не, не, это наши медитируют. Все, закончить медитации! Бум! А мы во Пскове. Что же мы тут делаем? Бум! Что же мы тут делаем? Значит, у нас вода. Мы ездили куда еще? В Уфу, в Иваново и Палих. Друзья дорогие, мы едем из Уфы в город Бирск. Слава, ты выходи, мы дверь закроем на всякий случай, мы туда уедем. Нам некогда, любви христианской у нас мало. Короче, лайфхак, если вам нет 18 лет, значит покупайте кумыс, ждете 48 часов, это уже как бы, уже чуть-чуть есть 72 уже хорошо и крепкие 120 часов, и у вас вполне законный алкогольный продукт. Не все знают, что первые мостовые появились в Новгороде. Пока все остальные жители мира бегали по грязи, новгородцы ходили по таким мостовым. Вот здесь раскапывают древний Новгород, а здесь закапывают древний Новгород. Ребятки, привет. Никогда не угадайте, где мы находимся, потому что мы сами не знаем, где мы находимся. Мы сейчас едем по дороге в Палих нашей большой дружной командой. Мы готовим программу для Палиха. Я отправлюсь за тобой, Иисус, чтобы суть мне не пророчил. И сейчас мы идем в самое вообще аутентичное место, чтобы поесть. И куда мы идем с вами? В ДОДО ПИЦА! Ура! И все-таки я в Иваново. Мы тем временем находимся в Ярославле. Мы только сюда прибыли. И сразу же отправились, конечно же, в трапезную. Кирилла Афанасьевского, Кирилла Афанасьевского. Ты мне одно скажи. Кто Волгу разлил? Короче, в Ярославле столько храмов и церквей, что мы уже запутались, где здесь церковь Николы Рублиного, где здесь церковь Николы Рублиного. В общем, вообще очень запутались. Мы ездили в Москву, в Московскую область. Вот помню эти самые Николы Ленивец. Итак, мы едем в Москву. Главная причина – искать вдохновение. А сегодня у нас такой день, он в пути. Но даже сегодня мы заезжаем в одно интересное место, которое называется Ржевский приход. Святого Луки, кажется. Но наш ветеранский приход в Ржеве. Вот. А потом мы едем в Москву. И не только Москву. И там мы ищем наиболее интересные места, которые нас смогут вдохновить. А также места, которые можно научиться чему-то полезному, чтобы потом это применить в служении Ваненкирхи. Так, мы встали в 7 утра в Ржеве. И выехали в Истру. Мы уже в Истре. Здесь мы соедимся со Светланой и поедем дальше. Очень круто! Это просто уровень Аненкирхи. Почти. Отвал башки. Серьезно. Мы в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Что это такое? Вообще, это уровень Аненкирхи 2.0, 3.0, 4.0. 17 века. Все, что в Иерусалиме, только круче. Я реально был в Иерусалиме несколько раз. Там много народу. Там все такое потертое и непонятное. А здесь такое все облагороженное и хорошенькое. Вот здесь можно такие же экскурсии, как в Аненкирхе проводить. Просто о воскресении Христа, о его распятии. Это гениально. Это гениально. Крайне рекомендую. Друзья дорогие, мы на сыроварне Олега Сироты. Это очень интересная история. Чтобы ее найти, надо вбить в гугле Олег Сирота. Но это история о том, как человек приехал в Чистополе с палаткой с мечтой варить русский сыр. Главный храм Вооруженных Сил России. Очень спорный, так сказать, объект. Памятник. Верхний храм. Я считаю, что он сделан великолепно. Нижний храм мне вообще не понравился. Это что-то среднее между станцией метро и квартирой Стаса Михайлова. Друзья, на этот раз мы в деревне Никола Ленивец. А точнее, в таком огромном арт-парке, который носит имя Никола Ленивец. Он занимает огромных 600 гектаров. И на этой площади расположены вот такие различные арт-объекты. По-моему, это очень прикольно. То есть люди ходят, их изучают, каким-то образом коммуницируют с ними. Вообще всегда интересно с арт-объектами коммуницировать. Вот. И очень прекрасные впечатления. Несмотря на то, что сейчас достаточно жарко и влажно, чтобы лазить по всем этим лестницам и прочим. Но все равно очень классно. Ты гуляешь по лесу. Ты встречаешь эти арт-объекты. Ты пытаешься их изучить. Московская церковь слова жизни. Город Москва. Который в Москве. В общем, мы сходили к нашим друзьям, братьям-пятидесятникам. И это поражает, как они служат. Они такие молодцы. Пример для подражания. Мы будем подражать. Мы уже не подражаем делу, например, то же самое. Только лучше. Идем в Мавзолей. Владимир Леща Ленина. Красивая Москва. Красота. Это Останкинская башня. Это Москва-Сити. Это Сталинские высотки. Я по-другому себе, конечно, представлял Москва-Сити и Сталинскую высотку. Но что есть, то есть. Жирно живут. Жирно, жирно. Едем в Москву опять. Снова. Снова. На этот раз едем комфортно в плоскат Новогодний, как белые люди. Итак, сегодня мы участвуем в мероприятии, которое называется... Как это называется? Дорогие друзья, мы в гостинице Украина. Это называется Национальная духовная трапеза. По сути, молитвенный завтрак. Но пока все начинается, как новая серия Бодианы. Мы сегодня в музее Щусева. Вообще, надо сказать, что мало из всех грандиозных проектов коммунизма были бы реализованы. Ну, самый плохо реализуемый, конечно, проект коммунизма как такового, в принципе. С другой стороны, вот как бы масштаб замысла. Как говорил Наполеон, мечтай о невозможном, добьешься многого. В общем, вот где есть что-то посмотреть интересное, мы туда ездили. Плюс в Питере мы выставки постоянно посещаем, потому что мы хотим учиться. И вот если вы знаете место, куда интересно поехать, вот с точки зрения, что мы могли бы перенять в нашу работу, в наше служение, мы поедем обязательно. Где бы они в любую точку мира готовы ехать, вот чтобы перенять полезный опыт, потому что его очень мало. Вот кажется, что в мире такой разнообразности много, да, действительно всего много. Но вот есть тема, которая нас интересует, и вот в рамках этой темы не так всего и много. Ну, уже так более-менее начинаешь понимать и готов ехать куда угодно. Есть на Ликовском проспекте такое место, которое называется «Этажи». Говорят, там собирается всякий сброд. Короче, идем в этажи. Друзья дорогие, мы в Дружной Горке. Мы в Ялте. Февраль месяц. А здесь солнце светит и очень тепло. Мы не дома. Мы в Приозерске. Мы в Мельниково. И за моей спиной Кирха в Оксенранта. Лида, куда мы идем? Мы идем на православную пасхальную вечеринку. То, что сделано все в кабеле, это выше всяких похвал. Иду на очередной молитвный завтрак. Мне кажется, кроме как молитвных завтраков в последнее время у меня не бывает. А у слова «Аненкирх» есть кому вообще не знакомо? О чем вообще речь? В основном на вас сейчас рассчитана первая часть моей речи. Мне кажется, вообще стыдно не знать такое место в Петербурге. В общем, прошло мероприятие. Оно было великолепное, очень хорошее. Ну, как минимум, потому что я там был. Вот. Надеюсь, с Божьей помощью в этом уже 2020 году удастся съездить в США. Посмотреть, что там. Потому что там, я знаю, что ковчег полностью построили. Ну, в общем, ладно. Это уже в следующий год. Смотрите, как получится. Вот. Но путешествий было очень много. И все они есть, да. Есть отдельная рубрика у нас даже по церквям. В 2021 году мы наконец-то закончили первую часть проекта реставрации. Это большое дело. Это супер большое дело. Это проект инженерной сети. Мы думали, мы будем делать его 2-3 года. Делали 5. Несколько причин. Причина номер один. Мы изменили концепцию в какой-то момент. То есть, изначально мы хотели делать реставрацию. Потом мы решили делать частичную консервацию. Реставрацию с консервацией. И тогда, а что это значит? Это значит, что нужно делать проводку. В общем, наружную. Не в штукатурку ее заделывать, а делать наружную. Соответственно, поменялась концепция. Удлинили сроки. Потом коронавирус. Снова. В общем, большой день. Мы доделали часть проекта Ананкирхи. Кирилл Яковлев, архитектор. Архитектурная пиротектоника с посылкой. Но это еще не все. Во-первых, это проект. Во-вторых, это только технические части. Но уже большой шаг. Большой шаг. Это, ну, если вы делали квартиру в ремонте, в квартире ремонт, сколько это время занимает. Так что вот. Ну, короче, вот туалет. Будем делать. Приходите к нам в туалет. Через сколько там? Шесть лет. Может раньше. В вестибюле мы поменяли полы. У нас, если вы помните, были такие скрипучие, деревянные. Сейчас это такая уже более-менее хорошая бетонная стяжка. На нее, я надеюсь, что впоследствии ляжет уже окончательно чистовой пол. То есть это пол черновой и даже, может быть, даже временный. Если он не подойдет, мы его будем менять. Но он же более основательный. По нему можно ходить. Мы его покрыли лаком, поэтому его можно мыть. И у нас чисто теперь. Это просто великолепно. Я надеюсь, что с Божьей помощью, может быть, и в зале сделаем когда-нибудь в ближайшее время. Может быть, в этом году. Не знаю. Посмотрим. Было бы очень неплохо. Мы продолжаем переезд. Потому что мы хотим внизу сделать наконец-таки полы. Не знаю, помните вы или нет. Но тогда еще блок не ввел. Но в прошлом году мы собирали деньги на смену пола Анненкирхе. И вот эта смена наконец-таки происходит. Тогда мы собрали около миллиона. А понадобится нам, на самом деле, около двух миллионов. Но, надеюсь, не больше. Но, короче, с понедельника у нас начинаются работы. И мы начинаем менять полы, вестибюли. Что происходит? Ну, там роется водоканал. К нам ведут воду. У нас будет вода. Скорее всего. Вот. И здесь тоже у нас небольшие ремонтные работы проходят. Мы разобрали вестибюль. Если помните, он был завален всяким мусором. Вот. И сделали новые временные полы. Анненкирхе в 2021 году выросла по площади. У нас появилось еще два дополнительных помещения. Одно на Фурштадской, другое на Кирочной. Первое мы уже открыли. Первое лютеранское кафе «Манна». Да. Из сегодняшнего дня мы счастливы обладатели еще одного помещения для дороги от Анненкирхи. 242 квадратных метра. Ну, мы вряд ли здесь будем бизнес-ланчи готовить. А что здесь делать, мы реально не знаем. Но сначала арендовали, а потом думаем. Сейчас покажу, что здесь есть. Здесь достаточно больших два помещения. Вот это, где мы вошли. Видите, какое оно красивое. С китайскими заборами. Красными фонариками. И вот это помещение. Тоже достаточно большое. Достаточно красивое. И тоже с китайскими фонариками. Форму тебе, блядь. Мне форму? Которую ты будешь ходить спокойно. А, давай. Так, я оделся в поварскую одежду, чтобы можно было ходить на кухню. Вот, а что у нас здесь есть? Делаем мини-булгеры с кулиной печенью и вельными томатами. Сейчас на завтрак. Ничего себе. Вот такой у нас тут цех лютеранской еды. Пока еще кафе не работает. Но всю еду можно отведать в Анненкирхе. Вот. И мы попадаем в бывший китайский ресторан. Вот. Сейчас мы здесь, видите, плитку кладем. Сделали стойку. И оформляем зал. Очень скоро этот зал будет готов принимать гостей. Здесь второй зал. Здесь мы пока особенно ничего не делаем. Здесь проходит... Это как наша церковная трапезная. Сюда приходит община. Здесь кушает. Вот. Туалеты сделали. Все великолепно. В общем. И красивый вид из окна на нашу церковь. Красивый вид из грязного окна. Пока. Друзья дорогие. Помните, мы это помещение брали в аренду. Помещение будущего ресторана. А оно теперь уже работает. Пока не на полную силу. Пока только кормят нас обедами. Хорошо, хоть не завтраками. Потому что долгое время мы все думали. Ну, завтра-завтра. Короче. Но теперь оно работает. Так что приходите. Какие чудеса тут нам дают. Скажу вам по секрету. Слово манна, оно неспроста появилось там. Дело в том, что манна... Ну, вы знаете, что это то, что давал Бог есть израильскому народу, когда он находился в пустыне. И манна это пища, которая достаточна, но которая неизбыточна. То есть, их хватало на один день всегда. И в этом мне как бы нравится, что нет недостатка, но нет избытка. С другой стороны, вот в слове манна есть слово анна. Заметили? Да. А с а буква н мы ее расшифровываем как миссионерская. Миссионерская Анна. Манна. Нашей трапезной мы подаем обеды. Поэтому приходите к нам на обед. Очень вкусно. Я сам там не всегда. Второе помещение. Мы его взяли чуть позже. И мы думали, что мы его закончим ремонтировать осенью. А здесь мебельный магазин. Мы его еще не посещали, а посещаем прямо сейчас. Закрыто. Но у меня ключ. Опа. Так. А мебели здесь нету. А где же она делась? Она уехала. Ее все купили. Поскольку мебели все купили, магазин закрылся. И теперь здесь будет еще одна локация Аннкельхи. А? Как вам такое? Ну, сейчас уже заканчивается зима и мы его не закончили ремонтировать. Это к вопросу о сроках ремонта. Надеюсь, весной мы откроем. Там будет кофейня. Большое помещение кофейни. Будет сувенирный магазин. Такой gift shop. И будет отдельная большая аудитория. Где мы будем проводить курс новой христианской веры. Лектории. В общем, другие мероприятия. Поэтому приходите. Надеюсь, с весны она будет работать. По крайней мере, дизайн мы нарисовали уже. О! Я вам могу сейчас дизайн показать. Видите, какой дизайн? Вот так это примерно будет выглядеть. Так. Но про кафе еще больше что-то надо сказать. В 2021 году у нас появилась супер кофейня. Теперь, мне стыдно признаться, но мы все кофе-зависимые стали в Аннкельхе. Потому что у нас очень вкусный кофе варят. Очень. Просто. Лучше в городе. К нам пришел шеф-борист Володя. Я чуть позже вас познакомлю. А пока просто скажу, что в 2021 году мы открыли кофейню. И она очень хорошая. В Аннкельхе, приходите. Что еще можно сказать? В 2021 году мы не начали, но мы продолжаем проводить курсы с новой христианской верой. Я считаю, что это главное мероприятие в Аннкельхе. Мероприятие, в котором держится все остальное. И я не знаю точно, сколько людей к нам пришло на этот курс. Я думаю, что по одному-два занятий может быть человек 500. Мы делали три потока. А более-менее регулярно отучилось. Я думаю, что на каждом потоке человек 50-70. Наверное, где-то так. Более-менее прошли большую часть курса. На некоторых даже, мне кажется, больше. Сколько закончилось, я не знаю. В моей статистики можно посчитать. Но я думаю, это не важно. Так, пока гуляю по Гачевскому парку. Расскажу вам, что наконец-то мы начали курс основы христианской веры. А, в смысле, не наконец-то. На самом деле, это уже 12-й набор. И за все это время на курсе основы христианской веры в Аннкельхе училось более тысячи человек. Вот сейчас на пяти водных лекциях, которые проходили со вторника по субботу, занималось примерно человек 200. Вот такие дела. Курс новой христианской веры. Это вообще лучшее, что проходит у нас в городе. Совершенно точно. И некоторые из тех, кто закончил курс, стали нашими прихожанами, стали лютеранами. Да. Примерно 50 человек. Это всегда радует. И вообще всегда радует, когда люди приходят в церковь. Это прям радость неимоверная. Христос сказал, что ангелы на небесах празднуют покаяние даже одного грешника. Вот. Так что у нас мы для небес регулярные праздники устраиваем конфирмациями. Мы конфирмируемся. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Азербайд. Об одной конфирмации следует сказать особенно. Наконец-то. Этот шаг сделала Светлана Ивашкевич, наш арт-директор. Друзья дорогие, вы должны это видеть. У нас Света теперь ходит в фате. Она невеста Иисуса. Надо сказать, что Светлана закончила курс основы христианской веры еще в 2017 году. Она была на первом вот таком большом потоке, который я делал. Первый поток, сейчас по-моему уже 10 или 12, и она училась на первом. И она закончила и стала очень активно проявлять себя, помогать, даже стала двигать расписание своей основной работы. Я подумал, что хорошо бы нам такого сотрудника, на котором можно переложить всю ответственность за небогослужебную деятельность нашу, концерты, мероприятия главным образом, чтобы она на телефон отвечала, потому что я раньше сам на телефон еще отвечал. Анна Киркес, здравствуйте, Анна Киркес, здравствуйте. А можно у вас провести фотосессию? Нет, нельзя, до свидания. Как-то так. Вот. А сейчас наш штаб уже вырос примерно до 50 человек, а Светлана была первая. И вот в 2021 году она конфирмировалась, потому что она к этому очень долго шла. Вот. Я за нее молился. И это случилось чудесно. 25 декабря конфирмировалась, то есть официально высроковилась. Старейшая не по возрасту, конечно, а по сроку службы наша сотрудница, Света Ивашкевич. Четыре года назад она закончила курс новохристианской веры. То есть четыре года назад она еще могла воцерковиться, но что-то ее останавливало. И вот четыре года она делала аккуратные шажки вот в эту сторону. Она практически никогда не пропускала богослужений, активно участвовала в жизни общины. А теперь официально она стала частью этой общины. Я о этом очень рад. И это вообще был сюрприз для всех. Спасибо, что были с нами в течение этого года. Если вы смотрели наши ролики, ставили лайки, комментировали, я очень вам за это благодарен. А если вы приходили к нам, я вам крайне благодарен. А если вы один из нас, то чего не говорите, вы и так знаете, как я вас люблю. Вот. Ну они же мы сделали подборку из того, чем нам запомнился 2021 год. Мы видим, как местная молодежь вполне себе радуется без наркотиков. Радуйся без алкоголя, мечтай без наркотиков, раскрась свою жизнь всеми цветами радуги. Мы не знаем, как это. Однозначно для этого нужно подписаться на наш канал, поставить лайк, сделать колокольчик и в комментарии написать, если вы знаете другие рецепты, как мечтать без наркотиков и радоваться без алкоголя. Короче, мы такие одни. Вот просто, я серьезно говорю, да, вот положал руку на сердце, я хочу найти тех, кто занимается чем-то похожим и хотел бы найти. Друзья дорогие, знаете, как проводится вечерняя молитва в семинарии. Вот так вот. Прокомментируйте, пожалуйста, предлагаемые фирменные стили для Анны Кирхья. Есть ли среди предложенного что-то приличное? Итак, друзья, история следующая. У нас закончился бензин. Мы находимся на автомагистрали. К нам приехал дядечка, как он называется, комиссар. Заправил нас, но мы все равно не смогли завестись. Нас прикурили и мы все равно ничего не произошло. Короче, мы сейчас стоим и ждем эвакуатора. Осталось меньше часа до Петербурга, и все это произошло. Я вот все хотел задать коварный вопрос пастору и все, не успел. Вот как так получается, что сначала читаешь Евангелие, проникаешься Христом, а потом обнаруживаешь себя в церкви, таскаешь еще какие-то тяжести. Смотрите, как снимать тиктоки. Для этого камеру надо перевернуть. Несколько московских ресторанов в этом году попали в список Мишлен. Трудно было себе отказать в удовольствие посетить один из таких ресторанов. Но мы отказали и решили посетить Макдональдс. Супер милая история произошла в это воскресенье. К нам пришла бабушка, 90 лет, которая всю жизнь прожила здесь на районе. Зашла она, потому что прочитала о нашей церкви в петербургском дневнике, где напечатали мое интервью. И пришла не с пустыми руками, а вот с таким конвертиком. И сказала на реставрацию церкви. И сказал, что в следующее воскресенье может даже придет на богослужение. Вот. Церковь часто обвиняется в том, что церковь бабушек обирает. Если честно, вот на моей памяти это вот впервые вот такая вот древняя бабушка и приносит пожертвования нам. Я не буду говорить, какая сумма здесь, но здесь очень приличная сумма для бабушки, ну и вообще, как сказать, для человека. Так, я совершенно геройски иду помогать своим прихожанам переезжать, разгружать, загружать. Сейчас, конечно, пару коробок разгружу, чисто на камеру, вот, а потом поеду обратно. Там самое тяжелое. Дайдешь? Мы провели комиссию по выделению гранта. Если мы не в курсе, то какое-то время назад, когда прошла выставка «Ковчег», мы решили выделить 500 тысяч с этой выставки для помощи другим лютеранским приходам нашей церкви, для того, чтобы они могли что-то подобное сделать, может быть, в области культуры и благотворительности. Это наша суперкоманда. Это все они виноваты, если вас что-то не устраивает. Я ставил всем 5 баллов. Но на самом деле у нас действительно проходят вечеринки, а точнее один раз в год мы проводим нашу собственную приходскую вечеринку. И знаете, что мы делаем? Мы танцуем. Раз, два, три! 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 Прилетел, он летел по небу, громко песни пел, все люди ликуйте, все не торжествуйте, с Днем Христового Рождества. Короче, когда прилетаешь в Калининград, тебя все время люди встречают вот здесь. Это плата за дешевые билеты, потом мы также будем встречать людей. Мне запомнился рукоположением Евгения Раскатова. Это такое важное событие, мы очень его ждали, к нему готовились. Вообще-то это на самом деле, наверное, главное событие года. Наконец, хоть кто-то правильно ответил, хожу, будет еще вырезать теперь. Сегодня мы начинаем это служение с рукоположения сам пастора и призываем на служение пасторстве нашего дорогого брата Евгения, который уже много потрудился здесь, в этом приходе, в этом крае. Так, подожди, а до этого ты вообще кто-то был? Я почему вам это рассказываю? По двум причинам. Во-первых, чтобы вы знали о том, что происходит. А во-вторых, если вы вдруг молитесь утром, вечером и днем, ну или просто хотя бы один раз в день, вспоминайте и нас тоже время от времени в молитвах, чтобы Господь благословил нас на том, чтобы те планы, если они по его воле, они были реализованы. В общем, прошу, пожалуйста, молитесь о нас. Мы очень в этом нуждаемся. На этом все. Добавлю еще одно. Я в Египте. Наконец-таки я выехал за границу. А это значит, что в следующей серии я вам расскажу немножко про Египет. Ну, естественно, про христианский Египет, про коптов, про некоторые библейские места, которые есть в Египте. Вот. Так что до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.